Я, кажется, нашел депутата к СССР, на котором точно скоро будут пахать. Дело в том, что благодаря Единоросу, главе Комитета Госдумы по экологии Дмитрию Кобылкину, стали известны подробности провала нацпроекта на 127 миллиардов рублей от Владимира Путина. Речь идет о федеральном проекте «Оздоровление Волги». На него успешно выделили и освоили 127 миллиардов. Об этом сообщили в парламентской комиссии по результатам инспекции объектов. Так вот, это парламентская комиссия посетил 121 попавший в программу объект. 98 очистных сооружений, 23 станции очистки дождевых и эталых вод. И в результате выяснилось, что только 6 достигают уровня нормативной очистки. 6 из 100. 6. Самая критичная ситуация в ряде регионов, здесь в общей сложности 25 объектов находятся в недлежащем состоянии. Буквально ни в одном регионе сообщается, ни в одном регионе губернаторы не бывали на этих объектах, а только принимали отчеты в виде красивых фотографий. Если бы мы не нашли отчеты, не наши отчеты о поездке, эти отчеты могли бы лечь на стол президенту, как успешно выполненный проект. Какая прекрасная история. Я напоминаю всем, что в недавнем отчете председателя правительства Михаила Мишустина звучала фраза о выполнении и достижении целей национальных проектов. При том, что вот, пожалуйста, 127 миллиардов исчезли в неизвестном направлении. И все понимают, куда они исчезли. И вообще вот эта тема экологии, это же просто для них-то, ну просто клондайк. Смотрите, оздоровление Волги, да? Как классно. Сколько раз там этим грейдерам прошли по дну? Что там собрали, устранили? Это же как вот уборка снега, да? Какое количество реагентов выспали? Никто не проверит. Это как какие-то дорожные работы. Сколько там этого щебня, этого песка? В непаханное поле воруй, не хочу. Другой вопрос. Вот вскрылся эта информация. Кто-то сядет в тюрьму? Нет. Даже если дело возбудят, они скажут, что за неимением обвиняемого никого не удалось привлечь к ответственности. Дело придется закрыть. И это не проблема какого-то отдельного вопроса. Это система в нашей стране. Кто от этого будет страдать, да? Ну, понятно же, что экономия на очистных сооружениях, это просто работа в личных интересах стороны власти элиты, да? Это отразится на уровне жизни будущих поколений. Наши дети будут жить в небезопасной окружающей среде. В отсутствии должного отношения к экологии это будет провоцировать рост раковых заболеваний, рост хронических заболеваний, различных генетических изменений. Люди, которые будут с этой бедой, с этой болью сталкиваться, они не будут понимать, что являлось причиной. Но мы с вами сейчас в борьбе за сознание людей будем говорить, да? Будем использовать. И это не для того, чтобы народ обмануть. Чтобы объяснить, да, что это против них. Это не что-то чуждое нам, что-то далекое, не имеющее к нам отношения. Это бомба под нашу с вами жизнь. Тех, кто не смотрит в завтра, тем, кто хочет урвать сегодня. Им не нужна цель и результаты. Им нужны проекты. Им нужно освоение бюджета. И за 127 миллиардами выделят еще столько же. И судьба их будет абсолютно такая же. Под разговоры о том, что мы все должны сплотиться и объединиться. Реальная работа. Вот она, реальная работа. И никакой персональной ответственности не будет, вот увидите. В этом эффективность российской власти. И когда мы критикуем этот курс, мы не огульно, не популистично к этому подходим, да? У нас есть аргументы. Наше несогласие оправдано. И отсутствие реакции со стороны власти, но я имею в виду реакции в плане исправить это, а не в плане подавить тех, кто это говорят, и заставить, замолчать, заткнуть тех, кто им не нравится, тем, кто им мешает. Отсутствие реакции на нашу критику, она эту проблему будет усугублять. И эта система окончательно себя изживет в этом. Нет никаких сомнений.